Всем привет! Вы видите Лёшу Халецкого и хомяка Пушкаша, но слышите только меня, а этот чувак разговаривать не будет. Сегодня я хочу с вами поговорить о феномене Pokemon Go. Такая новомодная штука, новомодная игра. Если вдруг вы где-то последние полтора месяца были, не смотрели новости, вообще не в курсе, что происходит, то Pokemon Go это игра для мобильных устройств, для планшетов, для смартфонов с дополненной реальностью. Смысл в том, что вы ходите, вам на карте в игре показывается, карта причем точно соответствует той местности, где вы находитесь, показывает, где вы можете поймать покемона. Вы туда идете, наводите видеокамеру вашего устройства на то место, где должен быть покемон, и если он там есть, то пытайтесь его словить с помощью шарика, там тоже определенные манипуляции надо сделать. И кроме того, вы еще можете выращивать покемонов, есть инкубатор для этих существ, и растут они в зависимости от того, сколько вы пройдете километров в течение дня, там 2 километра или больше, именно пройдете. То есть, он не рассчитывает, если вы едете на машине, там определенная скорость должна быть у вас. Проходите, то из лица вылупляется покемон. Ну, там много еще всяких штук есть, он прям самые основные рассказал, но смысл в том, что вот эта лихорадка захватила весь мир. Несмотря на то, что в России и Беларуси, например, официально эта игра не вышла, но у вас тут тоже многие скачивают, каким-то образом взламывают, играются. Я не среди них, естественно, я всегда стараюсь держаться немножко подальше от всемирной истерии, но я, например, рад, что Pokemon Go стала суперпопулярной. Как я и рад тому, что Minecraft, например, суперпопулярен. Объясню дальше почему. Потому что эта игра пропагандирует технологию, в данном случае дополненную реальность. И я надеюсь, что благодаря этой популярности Pokemon Go дополненная реальность наконец-то начнет работать на человечество, начнет создаваться программки, там, всякие приложения, которые улучшат нашу жизнь. Вот я, например, давно хочу, чтобы я мог навести камеру на любое здание и мне о нем информацию сообщили. Вот как... Это уже есть на картах, на простых, там, Google Maps, там, 2GIS тот же самый, да. Вы открываете карту, кликаете на здание, и вам вся информация сообщается. Теперь, чем плохо бы в ту же 2GIS, рекламирую в очередной раз 2GIS, хотя за это мне не заплатят, встроить возможность вот этой дополненной реальности. Когда вы открываете 2GIS, наводите камеру на здание, и вам сообщается, что там, время работы и прочего, прочего, прочего. Я думаю, многие мне могут написать в комментариях, что, чувак, так были уже приложения. Вот именно, что они были, и они были непопулярны. А знаете почему? Потому что человечество еще не было готово к этой технологии, потому что не было еще Pokemon Go, чтобы людям объяснить, что такое дополненная реальность. Собственно, по той же причине и виртуальная реальность сейчас не суперпопулярна, потому что до сих пор не появилась нормальной игры для того, чтобы виртуальная реальность, вот эти вот очки, да, одевающиеся на голову, что там, может, только развлекуха пока есть во всяких торговых центрах, впрочем, когда там вас, типа, на американских горках катают и все. Но игры нету. И очень многие технологии входят в нашу жизнь через игры. И это супер. В отличие, например, от того же Minecraft, мне кажется, Pokemon Go не такая, ну что ли, умная игра, если хотите. Вот Minecraft, ну действительно, я, например, очень рад, что очень большое количество школьников играет в Minecraft, потому что он действительно развивает, ну, творческое. Он заставляет их что-то создавать, придумывать и делать, да. То есть это конструктор такой, вот как мы в детстве играли в конструкторы во всякие, так вот сейчас эти дети играют в Minecraft, который намного более вариативен, намного более разнообразен, чем наши конструкторы. Pokemon Go уже это, скорее, знаете, такой аналог, я не знаю, вот в вашей как местности было, но вот у меня в Минске в конце 90-х, в начале 2000-х были популярны, да и в середине 2000-х были популярны такие штуки, как схватка, фотоохота. То есть где-то на сайте даются задания командам, и они бегают по городу, пытаются эти задания выполнить. Там какие-то загадки, ребусы, это обязательно надо в городе где-то найти, то есть разгадать загадку, она указывает на место или сфотографировать это место или еще что-то. Когда вы выполняете и посылаете на сервер отгадку, вам следующее задание приходит. И вот та команда, которая первая выполнит, да и победила в итоге. И люди вот таким вот занимались. Так вот, в моем понимании, Pokemon Go это та же самая схватка или фотоохота. Это именно такое развлечение по отгадыванию загадок. Но в случае Pokemon Go тут не над чем думать, что ли, да? Тут вот приходится именно просто ходить за покемонами, их собирать. Ну, нравится это людям тем, как... Вот мне такое и тогда не было интересным. То есть ходить где-то по городу, что-то делать. Я такой более домосед, знаете, не любитель часто выходить из дома по-хорошему, если это не требуется только по делам каким-то. Я в основном вот за компьютером сижу. А вот люди играли с... Ну, то есть каждому свои развлечения. В данном же случае важно, что Pokemon Go именно нам продвигает вот эту технологию новую. И, как я и говорил, до этого уже были подобные приложения, но они как неразвлекательные, знаете, они не привлекали пользователей. Ну, есть такое понятие, как техническая готовность и психологическая готовность. Вот два понятия. Техническая, это, понятно, могут просто устройства не тянуть, то, что придумали разработчики. Ну, а психологическое, люди могут просто не принимать новую технологию. Так вот, покемоны, это психологическое, разрушили. А технические устройства были готовы давно. И, я думаю, популярность Pokemon Go довольно быстро схлынет. Это не такая долгоиграющая штука, как тот же Minecraft. Ну, я не знаю, я не буду там давать прогнозов, но это ненадолго в любом случае. Зато, посмотрев на популярность в Pokemon Go, остальные начнут создавать много, кучу других игр. То есть, например, квесты. Та же самая фотоохота, да, схватка, вот о чем я вам говорил. Только сейчас не надо ничего нигде ходить и рисовать, и придумывать. Вы просто программными средствами, например, на той же Красной площади зарываете сундучок с сокровищами. И даете подсказки людям, чтобы они его нашли. Кто первый нашел, тому бонусы, да, даются. Дальше на этикетках всяких ваших товаров можно мультики теперь показывать, рекламу, объяснять свойства этих товаров. То есть, ну вот реально, вы находитесь в магазине. Вот вы часто приходите в магазин, и там стоит много разных новых товаров. И вы не знаете, ну, что это интересно. Вы наводите свой планшетик, например, смотрите ее рекламу. Я уже не говорю о том, что отзывы других покупателей, предположим, вам сразу показываются. Что еще? Вот из стратегий сразу приходит на ум Heroes of Might and Magic, например. Представьте, что та же Москва, это огромное поле для игры в Might and Magic. Ваша квартира, это ваш замок. И там где-то разбросаны шахты, которые вы захватываете. Они вам через неделю дают, ну, даже не через неделю, а в конце дня, наверное, что-то дают. Вы где-то встречаетесь с такими же игроками в Heroes of Might and Magic и битву устраиваете. Здесь уже на планшете, прямо где-то внутри. То есть, вот такой вариант, например, может быть. Ну, и это я вам все объясняю, только, ну, знаете, чисто игровые моменты. А тут же приложений этой технологии множество. Прям, ну, очень много. И тот же Google, например, мне, вот я когда приехал в Малайзию, он мне сразу сказал, сколько там, как его, курс местного рингита к рублям. Сказал, как будет по-малайски там добрый вечер и прочее. И на основе моих интересов, на основе того, что я искал, он мне даже посоветовал, куда, сразу, где пойти в этом месте, где я сейчас нахожусь поблизости. А с помощью дополненной реальности вам прям даже будут указывать направление. Вам стоит будет только навести камеру вашего планшета и рассказывать в подробностях, что тут рядом есть. И сразу будут выскакивать отзывы посетителей этого и сколько там стоит, например, вы недавно искали носки красного цвета, вы наводите на какое-нибудь здание камеру, а тут в экран влазит еще одно здание, где продаются эти красные носки. Представляете? И вам сразу ценник, вот там-то и там-то можно их найти. То есть это, ну, блин, это замечательно, что с помощью игр технологии входят в нашу жизнь. Так что я очень рад покемон Гоу, то, что они стали популярны, но сам в них не играю. Ну, а на этом мнение дилетанта закончено. Как всегда, жду в комментариях ваше мнение по этому поводу. Отписывайтесь. Ну, и темы для следующих выпусков рекомендуйте под хэштегом мнение дилетанта. На этом все. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. Пока.